Итак, сегодня я пойду в такую, я так скажу, уникальную мысль, и тему я назвал «Сила одной мысли». Дорогие, сегодня я хочу поговорить насчет самого главного инструмента нашего существования, который человечество самое меньшее использует. Вы знаете, мы используем все мышцы, но самую главную используем практически очень редко. Это называется наш мозг. Тебе почему-то дано, дана эта возможность, и, я так скажу, ученые даже доказали, что сюда вмещается 3,5 миллиона плюс информации, если складывать каждый день. И то большинство людей, которые это изучают, они даже не знают, насколько это сильная мышца. Вы знаете, я абсолютно знаю, что человечество еще даже не начало развивать то, что нам в реальности дано. Вы знаете, мы, я так скажу, мы позволяем Богу, я так скажу, коснуться всего лишь нескольких аспектов нашей жизни, и потом двигаемся дальше. Представь, нам с вами дана машина создания. Машина создания всего вокруг нас, реальности. Ну, почему мы так далеко отпали? Потому что связь с Богом исчезла у большинства людей. Вы знаете, сегодня я хочу поговорить с тобой насчет самого главного инструмента нашего как существа. Сегодня я хотел поговорить ни о чем другом, как просто сила одной мысли, одной единственной мысли. И что это одна мысль способна сделать? Вы знаете, когда я, перед тем, как двигаться в эту проповедь, я просто начал осматривать вокруг себя огромное корпорации и служение. Все, что, например, огромное, да. То, что наворачивает на себя тысячи рабочих. И то, что существует уже очень долго. Я не говорю о каких-то начинающих вещах. Какие-то вещи, которые даже экономику держат Америки. Например, такие компании, как Майкрософт, Эппл, Боинг. Все понимаете, да, человек? То есть, корпорации, которые, когда заезжают в штат, у штата поднимается уровень всего. И вы знаете, когда я начал думать, что есть эта компания? Вы знаете, я заметил, что Майкрософт или Боинг – это не здание. Знаете ли, что мы сейчас собираемся в бывшем здании Боинга? Вот прямо здесь стоял цех, и здесь изготовлялись запчасти для самолетов. И мы просто все это переделали. И сейчас мы здесь делаем другие части для других самолетов. Мы делаем запчасти только уже в другую сторону. Запчасти для жизни. Ну, это ирония, конечно. Но я так скажу, что корпорация – это не здание. Корпорация всегда приезжает и выезжает с других зданий. Вы знаете, я заметил, что корпорация – это также не рабочая. Одни ушли, другие пришли. Половина ушла, но компания не перестала существовать. Кто-то понял. Вы знаете, я также заметил, что корпорация – это не менеджера и директора. Менеджеров меняют, директоров заменяют. Вы знаете, что я потом понял? Что компания – это даже не создатель компании. Потому что многие компании, которыми мы сейчас с вами пользуемся, их создатели даже в живых нет. Потому что многие компании, которыми мы используемся, сейчас мы используем, люди, которые были, которые могли начать, они не более живы. Кто-то понимает, о чем? Мы пользуемся продукцией, компанией, которые те, кто ее начал, уже на земле. И потом я понял, и на чем эта тема базируется. Именно на той мысли, что компания была базирована на одной единственной мысли. Эта мысль привлекла все и всех вокруг себя. Эта мысль была настолько сильной, что даже когда создатель этой мысли ушел, мысль продолжала двигаться и держать все под собой. кто-то понимает, что мысль даже сильнее, чем тот, кто ее родил. Мысль переходит барьеры даже физического существования. И вы знаете, когда я начал вдумываться насчет того, что такое мысль, я потом начал просить у Бога одного. мне ничего не надо, дай мне одну мысль от Тебя. Ничего не надо, дай мне одну мысль от Тебя, которая все вокруг себя соберет, изменит массу людей, произведет, я так скажу, тысячи перемен, соберет вокруг себя целое поколение, потому что это не моя мысль, а его мысль. Кто через тебя будет думать? Кому ты позволил через себя думать? Если ты позволил думать всего лишь человек в своей себе, что большинство даже этого не позволяет, через нас думают обычно другие. Мы с вами это просто накопление чужих идей в себе, но не с вами. И вы знаете, потом я понял, что нет ничего сильнее. Ничего. Кто-то говорит деньги. Кто-то говорит люди. Кто-то говорит какие-то там связи с людьми, плат, как мы называем. Что-то продвинуться. И когда я углубился в это, я понял, что нет. Самое сильное на этой планете это мысль. Представь, это то, с чего все началось. Представь, перед тем, как Бог создал, была мысль. Только за мыслью потом уже следовало Слово и за Словом Творение. Не буду открывать, вы все это место знаете. Бытие написано. И сказал Господь Бог, «Создадим человека по образу нашего, по подобию нашего». Представь, это мысль, еще не было создания. Это просто он сидел в своей мудрости, разговаривал сам с собой, потому что только духовные существа могут быть вне себя, разговаривать с собой. Вы знаете, что ничто, что не имеет духа, не может это делать. можешь себе представить, ты можешь быть полон идей, и у тебя есть субстанция внутри тебя, которая может все идеи положить, отойти в сторону, и решить, какую идею я беру. Есть что-то настолько мощное, которое принимает решение. Представь. Я сейчас не хочу идти туда, это школа молитвы, которую мы преподаем сейчас. Мы там об этих вещах говорим, поэтому не пропускай школу. Итак, дорогие, я понял, что движущая сила это мысль. И я понял одно, что я начал умолять Бога, чтобы быть пропитанным Его идеей, Его мыслей. И когда эта мысль попадет в меня, она изменит весь процесс моего мышления. Представь, чтобы мысль укоренилась, нужна неделя. Чтобы мысль пустила корни внутри, физические корни. Это, которые даже люди видят под микроскопом. Нужно две недели, чтобы пустила корешки. И нужно три недели, чтобы мысль стала, этот термин называется self-sustaining thought. Сейчас я скажу на русский, по-русски это звучит так, мысль, которая сама себя держит. То есть тебе нужно физически 21 день, чтобы мысль начала жить. Это значит, 21 день тебе нужно принимать какие-то решения в сторону этой мысли. И только после 21 дня эта мысль начинает уже двигать тобой. Кто-то понимает, о чем это? Это все доказано, это все целые труды сделаны. Любой из вас может выйти на интернет и сам для себя это прочитать. 21 день, чтобы любая мысль превратилась в привычку и начала двигать тобой. И вот почему большинство людей не могут прорваться ни в каких сферах. потому что почти никто из них не дал себе возможность пробыть в этом 21 день. Нас хватает всего лишь на 3 дня. А знаете, почему на 3 дня нас хватает? Никто не изучал это. Вы знаете, когда я пошел изучать это, а, короче, когда мысль, когда мысль входит в твое сознание, она идет с эндорфинами. Эндорфины — это те, которые касаются твоего центра удовольствия. Представь, и вот эти вот эндорфины, которые касаются вот этой передней части мозга, ты получаешь удовольствие всего лишь 3 дня после получения мысли. Вот почему большинство людей после третьего дня сдаются. Потому что удовольствие уходит, и нужно теперь включаться и работать. Бог так создал мозг человека, чтобы первые 3 дня после любой мысли она толкала тебя к созданию чего-то. Но после 3 дней ты должен схватить ее, не она тебя, а ты ее, и продолжать это делать минимум в 21 дней. И ты увидишь, что любая мысль, любая, плохая и хорошая, работает так же самое. Почему-то мы с вами 21 дней больше можем гада сделать только. И поэтому там мы укореняться умеем с вами профессионально. И поэтому, дорогие, в чем твое сознание, в чем твой мозг? В том и ты. В предыдущих проповедях мы говорили, что твое сознание, твой мозг, это ты и есть. Ты не руки, не ноги. Ты даже не легкий, не сердце. Ты и твой мозг. Поэтому это единственный орган, который никто в мире из докторов не может не переподключить. не существует такого термина, как пересадка мозга. Потому что я не могу мой мозг засунуть в тебя. Потому что, во-первых, даже если это получится, это уже будешь не ты. Потому что это буду я с твоим телом. Поэтому туда Бог никого не допустит. Это эксклюзивное право Бога творить, делать тебя тобой. Поэтому, дорогие, можно пересадить что угодно, но не самую главную мышцу или материю, да? Твой мозг. Поэтому сегодня давайте поговорим вокруг всего этого. Мне нравится думать. Вы знаете, наше поколение отвыкло думать сейчас. Основная часть людей поверхностная. Залетела-вылетела. Залетела-вылетела. Ничего не может пустить корни. Потом мы задаем вопрос, почему Бог не употребляет это поколение. Итак, дорогие мои, Центр Трансформации это не наше здание. Это не я. Это даже не вы. Это мысль Бога. Вы знаете что? Я уже понял одно, что эта мысль пошла давно за рамки этого здания. Эта мысль давным-давно пошла за рамки этих стульев, которые здесь. Потому что эта мысль касается кого-то вне тебя, и я даже не двигаюсь. ей. Вы знаете, я благодарен Богу. Если мы с вами когда-нибудь в жизни, каждый из нас получит хотя бы одну настоящую мысль. Дорогие, поверьте мне, одну настоящую. Все остальное не имеет значения. Это всего лишь мысли, чтобы существовать. Представь, одна мысль, которая приведет в движение все в твоей жизни. Твое физическое тело, людей вокруг тебя, все финансы, все начнет двигаться в эту мысль. ты увидишь, ты увидишь, что начнет происходить. Мы так Богом созданы. Мы созданы глубоко думать. Мы созданы идти в глубины познаний. Нам дан такой глубокий мозг. Представь, тебе дан орган, чтобы понять Бога. Ты можешь представить, что тебе дано? Бог сотворил личность, с которой он хочет иметь разговор. Ты можешь представить себе, кто ты? Тупых людей нет. Есть люди, которые просто не хотят развиваться или не позволили себе развиваться. Кто-то понимает, о чем ты? Как только ты начинаешь развиваться, вот здесь все начинает расти, все вокруг тебя начинает расцветать. Поэтому я для себя определил, нет ничего сильнее одной мысли от Бога. Если одна мысль может существовать намного дольше, чем жизни целых поколений, то я жажду получить эту одну мысль от Бога. Я не хочу прожить на этой земле как животное. Поспал, прозанимался сексом, поел и все повторяется по кругу. Я не хочу так, мы не рождены так жить церковь. Мы не рождены тупо размножаться как животные. Мы рождены творцами на этой земле. Но творить мы можем только в том случае, когда что-то от Бога попадает вот в это сознание. кто-то понимает, о чем я говорю. Вот почему больше всего дьявол воюет за захват сознания. Ему не надо захватывать физическую землю. Почему, вы знаете, в Эдемском саду змей жил. Библия говорит, что он там спокойно находился. Дорогие, почему он никогда не пошел захватывать земли? Почему единственную вещь, которую он хотел захватить, сознание Адама и Евы. Сознание вложить мысль, не заставить, не избить, не покусать, ничего. Вложить мысль. Вложив мысль, можешь себе представить, одна мысль и конец всему человечеству. Можешь себе представить, одна мысль, одна мысль появилась у Евы и пришел конец всему. Кто-то понимает, о чем? Можешь себе представить, насколько сильна мысль от Творца. Если какое-то творение, Люцифер в образе змея мог вложить одну мысль, и мы с вами до сих пор черпаем от этого, до сих пор освобождаемся от этого. Дорогие мои, можете представить, что, если Бог найдет себе кого-то на этой земле, кто скажет, я футляр для твоей мысли, вложи в меня ее, Бог. Представь, что Бог может сделать с таким человеком, который все свое сознание, Богу не нужны твои деньги, потому что мысль соберет все деньги. Идея от Бога соберет все ресурсы. Идея от Бога даже открыла эту страну. Кто-то устал быть притесняемым и приехали сюда. Мысль, а что если где-то есть земля, где мы сможем жить и исповедовать свою веру и любить своего Бога? Я понимаю, Америка уже давно не та. Но я знаю корни Америки. Я изучал историю. Дорогие мои, мы должны понять, все хорошее и плохое базируется на мысли. Ты сейчас или движешь мыслью Вселенную вокруг себя, или ты сейчас являешься двигателем чьей-то мысли. Твои руки сейчас отключены от мозга и подключены к чьей-то мысли и творят чью-то мечту. Твои руки не творят твою мечту. В основном большинство людей творят чью-то мечту. Дорогие мои, давайте до конца нашей жизни просить у Бога одну мысль. Одну! Не проси у Него много! Не беги никуда, не пытайся захватывать что-то. Это как пришло, так и ушло. Но мысль не способен отнять никто. Меня могут физически ограбить, но никто не может ограбить меня мысленно. И это и есть фундамент всего того, что Бог делает в моей жизни. На одной мысли базируется вся моя жизнь. Ты можешь забрать все. я все восстановлю очень быстро. Потому что мое видимо это всего лишь последствия моего невидимого. Кто-то понимает силу невидимого? У кого-то забрали и у него жизнь закончилась. Потому что никогда в реальности его не было. Знаете, что в реальности мое? То, что невидимо существует в моем сознании. вот это настоящее мое. Все, что у меня можно забрать, это никогда моим не было. Никогда с собой не возьму и ничего с этим сделать не могу. Но в реальности мое это то, что в невидимом мире движет всем моим существованием. Вот это из меня выкрасть никто не может. сила одной мысли. Я хочу, чтобы ты сегодня не просто прослушал эту тему и убежал делать свои дела. Пойми, то, что я сейчас говорю, может трансформировать полностью все твое существование на этой земле. Одна мысль. Одна, тебе больше не надо. У меня много мыслей, но я прошу одну от Бога, которой этой мыслью я буду двигаться всю мою жизнь. эту мечту и идею я буду преследовать всю мою жизнь. Эта идея активирует все ресурсы людей, здания, все вокруг меня. И вот, что по-настоящему я хочу, мысль, идею от Бога. Аминь? Но очень часто знаю по себе, эта одна мысль будет стоить вам всего. потому что мысль никогда не входит и просто адаптируется к тебе. Мысль Бога адаптирует тебя к себе. Мысль, когда войдет, особенно мысль Бога. Авраам, встань! Шопу! Иди! Куда? Мысль. Мысль заставила его двигаться по таким местам, мечта от Бога, вера в то, что он сказал, заставила двигаться его, всю его жизнь. Мысль! А что если это голос от Бога? А что если это мечта от Бога? А что если я всю мою жизнь отдам в эту одну мысль? и послушаюсь, Авраам, встань, встань, возьми все, что имеешь, взял, выйди из своего места, вышел, иди, куда я тебе укажу, пошел. Представь одна мысль и представь, что, вы знаете, что у Авраама не было другой? У Авраама не было никогда другой. Это единственная мысль, которая вошла и с этой мыслью он выдохнул свой последний вздох на этой земле с этой же мыслью. Быть Отцом множества то, что Ему Бог обещал. Представляете, дорогие, что мы должны с вами сделать? Насколько ходить в близости с Богом, чтобы Бог мог доверить тебе что-то сокровенное? И я называю это сокровенное. Это сокровище мыслей Бога. Представь, Бог из своего сокровища берет мысль и дарит ее тем, которые согласны сделать Его волю на этой земле. В реальности все на этой земле может существовать только по одной причине, что эта мысль вышла от самого трона Бога и была доверена Его деть. Кто-то понимает? Вы знаете, я не прошу Бога уже давным-давно ни ресурсы, ни людей, ни здания. Не деньги. Я этот секрет понял. Я умоляю Бога дать мне единственную мысль, которая вокруг себя соберет все поколение. Пасторов, апостолов, здания, деньги, ресурсы, все. Одну мысль. И эта мысль все сделает. Почему? Потому что в реальности это не моя мысль. Представь, если это моя мысль, я должен работать, чтобы все двигать. Представь, но если Бог говорит, Авраам, встань, это значит, Его мысль уже Богом обеспечена до конца. Куда бы ты ни пошел, это значит, эту мысль будет обеспечивать сам Бог. в эту мысль инвестировать будет сам Бог. В то, что ты принял эту мысль. Представь, ты охраняем будешь только из-за мысли Бога. И пока эта мысль не придет в действие, тебе на этой земле нечего бояться. Ты будешь абсолютно непобедимый. только по одной причине. Апостол Павел. Потому что сколько раз тебя не тонул, не побивали камнями, сколько раз тебя не жарили змеи, ты носитель мыслей и мечты. И ничто не способно даже на физическом уровне убить тебя. Дорогой Павел, и ты уйдешь только тогда, когда эта мысль родится и будет двигаться. Когда она будет культивироваться, и когда Бог посчитает то, что теперь он эту мысль может передать дальше. И теперь ты, Павел, можешь идти ко мне. Можешь себе представить сила всего на этой земле? Одна мысль. Одна единственная мысль. Представь, сколько христианин сейчас бегают за тысячами вещей. Я прошу тебя, прошу все. Преследуй его и преследуй единственную мысль от него. Вы знаете, почему мы не получаем? Потому что в реальности мы не просим. Потому что в реальности мы не просим. Стань на колени, ари к Богу. Каждое утро, ари к Богу, дай мне твою мечту. Перестаньте искать в человеке ответы. Это прах, это трава. Я понимаю, ты можешь взять пример с кого-то, идущего впереди. Но не он твой источник. Он не источник твоих идей и мыслей. Он просто пример, как можно двигаться на определенном уровне. А что, если ты предназначил в 10 раз больше сделать, чем тот, кого ты, на которого ты хочешь быть похож? Ты можешь себе представить? У тебя мозг такой точно, как у того, которого ты любишь. У тебя мозг точно такой, как и тому, которому ты подражаешь. Поверь в себя, потому что Бог верит в тебя. Поверь, что можно все с Богом. Все. И единственное, те, кто могут все, это именно те, которые получили эту мысль от Бога. и я преследую Его номер один, потому что Он источник моей мечты и моей мысли. Естественно, Он моя мечта, мы это знаем. Но я знаю, что на этой земле мы не родились просто так. Почему Иисус говорил, да придет, молитесь так, да придет царство и да будет воля, как на земле, так и на небе. Это значит, кто-то на эту землю, должен принести царство Бога. Как оно приходит, когда кто-то получает его идею насчет его царства, получает эту картину вот здесь и приносит ее сюда. Вот что значит, да придет твое царство, да будет твоя воля. Это значит, кто-то должен позволить Божьей мечте войти в его сознание. Но вы знаете, почему большинство людей это не сделает? Они слишком заняты жизнью вокруг себя. Вы знаете, честно сказать, это очень прискорбно. Представьте, я дана возможность стать великим человеком для Иисуса Христа. А мы согласились быть животными с инстинктами размножения. Что такое инстинкт? Это когда человек делает то, что пришло сейчас в его, то, что он хочет. то есть сейчас пришло страшное желание поесть. Он пошел удовлетворил свою. Вы поняли, да? Потом страшное желание пришло секс иметь, например, да? Пошел, сделал дело. Потом страшное пришло желание отдохнуть, потому что устал человек. Выспался. Вы поняли, да, что такое инстинкт для животного? И вот это 90% людей крутятся вот в этом. Представьте, даже статистика доказывает, 93% людей на этой земле движутся идеями 7%. Можете себе представить? В то же самое время держат все финансы, все ресурсы, глобальные деньги. Я не говорю о сотне в твоем кармане. Я говорю о миллиардах, триллионах держатся этими семью процентами. Знаете, что мир доказывает, что все финансы, все вещи вокруг себя держат те, кто имеют идею. Все. Все остальные питают эту идею. И мы с вами идем на работу от слова рабе. Кто-то понимает, да? Поэтому, извините, ну, реальность такова. И вот почему я бросаю тебе вызов перестать быть рабом и начать создавать, мечтать, просить у Бога Его мысль, которую Он будет суппортировать. Потому что мне моя мысль не нужна. она умрет вместе со мной. И я хочу то, что будет жить намного дольше, чем я. Кто-то со мной. Итак, дорогие, мы живем во время информационного перегруза. Я сейчас объясню, что это такое с точки зрения науки. из-за входа интернета, соцсетей и так далее. Люди перестали глубоко думать. Кстати, я сейчас читаю, это не моя, это статья из одного журнала. Я просто переписал. Было сделано, было сделано, я так скажу, опыт. У определенной группы людей забрали телефоны, доступ к компьютерам, и то есть все, что связывается с электроникой. Телевизоры, все, что туда входило. все, что им было позволено, это библиотека. И единственное, что им было позволено, это бумага и ручка. Можете представить, через определенное время эти люди были шокированы, насколько они отвыкли думать вообще. Потому что интернет со входом огромного потока информации, я сейчас, смотри, Богом создан так, что Он способен качественно обрабатывать только одну мысль. Знаете ли вы, что ты сейчас не можешь думать три мысли? Кто это понимает? Ты понимаешь? Бог так создал человека, что в реальности, чтобы что-то было качественно, ты можешь быть сосредоточен только на одной мысли. И ты можешь передвинуться к другой, когда ты эту оставляешь. Все со мной, да? Мы так созданы. мы не можем сразу три вещи думать и профессионально здесь химией заниматься и математику решать. Или физически какие-то упражнения. То есть есть вещи, которые несовместимы. То есть есть там один, который делал много вещей одновременно, но его руки были одновременно заняты и ноги чем-то другим, но голова была в одной единственной головы создана так, что делать только одну единственную вещь. И смотри, что эти ученые доказывают на этом эксперименте. Они говорят, что со входом огромного количества информации мозгу человеческому нужно разобраться с каждым кусочком информации. Все понимаете, да? Представь, ты утром просыпаешься, открываешь Facebook, ВКонтакте, я не знаю, где там, одноклассники, я не знаю. Что угодно. Представь, и ты начинаешь проматывать километры этой ленты. Километры. Что твой мозг делает? Поначалу тебе очень тяжело. Как только ты подключился к соцсети, ты еще не подключался к ней, тебе очень тяжело, потому что ты хочешь вчитаться в каждую вещь, которая написана. Но что происходит с мозгом потом? он начинает из-за того, что он не может обработать эту информацию? Мозг входит в состояние поверхностного мышления. Абсолютно поверхностное, незначительное, не обращая внимания ни на что. То есть, только заголовки, знаете, как мои, в основном, И этим страдают все. Все, кто подсажен на соцсети, реально. В процессе человек, его мозг отрекается абсолютно глубокое мышление. Другими словами, через год-два после вот такого перегруза информации, а ученые доказывают, человек в реальности перестает глубоко думать, задумываться. Они больше не задумываются. у них люди, это как заголовки. Передачи они смотрят, знаете, когда? С двумя пультами. Ты никогда не можешь, то есть, человек, дорогие, я даже могу сейчас кого-то описать, потому что это, почему? Потому что это реально, это был сделан опыт. Был сделан опыт. И когда людям дали всего лишь библиотеку, они начали перезапускать. Сначала они говорят, это был кошмар. Потому что они не могли около книги сидеть больше десяти минут. Потому что твой мозг привык откидывать всю информацию и ничего не впитывать. Потому что мозг себя охраняет. Если он столько информации впитает, он просто в один день ему плохо станет. Мозг создан Богом. Взять одну мысль. и весь день углубляться, углубляться, углубляться. Следующий день проснулся, углубляться, углубляться, углубляться. Когда создастся эта мысль, когда эта мысль будет запущена в действие, тогда ты имеешь право передвигаться к мысли два. Дорогие, это не я, это наука. Мы так рождены. Мы созданы Богом. Вот почему очень мало изобретателей, потому что никто не вдумывается в одну вещь. Некоторые люди думают, что если я вдумываюсь в одну вещь, я тупею. Бог говорит, если ты вдумываешься в одну вещь, на протяжении всей жизни ты станешь таким экспертом, которому подобных не будет на этой планете. Мозг человека создан так, чтобы каждый день новые соединения в мозгу растут. Новая информация прилагается к этой мысли. Ты уже не прыгаешь, мысль, 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 все поняли, да? Идет мысль, и потом все вещи вклеиваются в эту мысль. Все, что не согласно с этой мысль, откидывается этой же мысль. И поэтому человек превращается в эксперта. мы его называем вундеркинд, да? Это немецкое слово, да? Другими словами, он становится интеллектуально настолько развитым. И вы заметили, все ученые, если они в чем-то сильно развиты, то у них все остальное в жизни страдает. Вы знаете, когда вы посмотрите на фотографии Эйнштейна, ты скажешь, этому человеку нужно не только душ, и не только массаж. У него такие глаза, такая прическа, и он сейчас даже во время фотографий, я уверен, что он думает не о фотографии. У него лицо было совсем не там. И когда ты эти фотки смотришь, ты настолько понимаешь. И вы заметили, что люди искусства немножко странные. Все заметили, да? Музыканты немножко странные. Sorry. Не потому, что это плохо, а потому, что они не тратят время на второстепенные вещи. Некоторые люди смотрят на художников, музыкантов, физиков, людей науки, и скажут, слушай, и люди говорят, слушай, займей жизнь. Why don't you just start living life? Get a life. Get a life. Но если в реальности, то он имеет жизнь. Окей? А все мы, которые пытаются от жизни взять все, в реальности не живем. Мы просто скачем от идеи к идее, от мысли к мысли, никогда в реальности не углублялись. Поэтому, Олеги, я умоляю вас, просите Бога об одной мысли. Конечно, дай Бог, чтобы ты не был похож на Эйнштейна. Я за, я за. Или ты смотришь на некоторых музыкантов, да, там, он в одном и том же пиджаке. Знаете, да, потому что ему, это не то, что он грязный или вонючий. Это говорит о том, что у него нет времени покупать, скупляться, тратить время. Он сидит в этом пиджаке, пишет мелодии, которые будут жить намного дольше, чем он. Кто-то понимает? Дорогие мои, если в реальности подумать, то это и есть жизнь. Это и есть жизнь посвятить себя одной мысли от Бога. Вложить все ресурсы и в конце концов стать экспертом и профессионалом, который поднимет учеников, который зажгет таких же людей. Вы знаете, что мечту и дар могут передавать только эксперты. Вот почему из поколения выживаются эксперты и гении. Потому что гения родить может только гений. Идиоты гением не рождают, извините. Земля так не движется. Только ненормальные захватывают и проектируют эту ненормальность. На них люди смотрят и говорят, я хочу быть таким, как он. Что он делает? Я тебе скажу, что он делает. Его жизнью движет одна мысль. Одна идея меняет и трансформирует все. Знаете, что у нас? Всякий раз, когда мы встречаемся с новой мыслью, мы под нее подстраиваемся. Мы подстраиваемся под этого человека, под этого человека, под этого человека. Бог совсем не так действует. Он входит в тебя. Трансформирует тебя. Ты превращаешься в эту мысль. Ты начинаешь быть похожим похожим эту мысль, напоминать ее. И потом все вокруг тебя начинает или прилагаться, или уходить. Именно из-за этой мысли. И со мной ничего не будет стоять рядом, то, что не входит в эту мысль и не становится ее частью. Оно автоматически отбрасывает. поэтому, если кто-то говорит, я хочу провести время с пастором. Я очень скучный человек, потому что у меня одна мечта коснуться сердца этого поколения. Все! Я скучный во всех основе попика. Я ничего не знаю. Но, в принципе, меня ничего больше не интересует. Потому что очень давно я решил посвятить свою жизнь этой мыслью. И мне не важно, что я вижу физическими глазами. Важно то, что я вижу в моем невидимом мире. Поэтому, не обращай внимания сильно на физический мир. Это всего лишь последствия твоего процесса мышления. Закрой глаза и начни строить вот этот инструмент. Закрой глаза и вкладывай, 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 молись, вкладывай. И ты увидишь, когда вот это заработает. Все вокруг заработает. Ай-яй-яй. Мысль приводит в действие идею. Идея приводит в действие стратегию. А стратегия активирует все ресурсы, людей, все вокруг тебя. Все вокруг тебя. Стратегия активирует. Если честно сказать, то в наше время мало кто имеет достаточно сил позволить себе заиметь радикальную мысль. Честно. Вот честно, если вот подумать, да, вот задать вопрос всем, кто здесь, всем, кто смотрит меня там, можешь ли ты себе позволить заиметь настолько радикальную мысль от Бога, которая передвинет всех и все, и даже место от твоего жительства. Кто из нас в реальности готов к мысли от Бога? Пауза. Пауза. Я понимаю, сейчас можно выстроить линию. Вы бы все и будут кричать «Да, мысль от Бога». А ты уверен? Знаешь ли ты, в эту мысль входит, тебе придется очень много в своей жизни переорганизовать. Очень часто твои друзья станут врагами. Иногда твои враги станут твоими самыми лучшими друзьями. дорогие, это мысль. Прочитайте Библию. Всем, кому попадала мысль, идея и мечта от Бога, трансформировала всю их жизнь, образ жизни, людей вокруг и место жительства, практически все «Да». Вы со мной? Кто из нас в реальности не только позволит Богу сказать, а позволит Богу совершить. Дорогие, зная из своего личного опыта, как меня ненавидят именно по этой причине. Сколько людей пытаются высказать мне, насколько они меня ненавидят, что именно то, что я делаю, реорганизовало их жизнь, хотели они того или нет. Кто-то понимает, почему? И некоторые люди благодарят меня за это. Некоторые, которые с теми, кто реорганизовался, ненавидят меня за это. Ты понимаешь, на чем? То есть, дорогие мои, вот эта мысль, она попадает в свою голову, и она заставляет тебя делать радикальнейшие решения в твоей жизни. И вот в чем вопрос. Сможешь ли ты? В голову мысль получить могут все. Но что ты с этой мыслью сделаешь, вот это уже вопрос, именно? Итак, если честно сказать, то большинство людей не принадлежат себе. Я так скажу, полностью не принадлежат себе. Отчасти принадлежат. Сейчас я объясню, что я имею в виду. То есть, Бог, заметьте, Бог может доверить тебе только то, когда то, что Он вкладывает, принадлежит Ему. Все со мной? Знаете, потому что Бог может употребить во всей полноте только то, в полной, в полноте, только то, что Его. Вы знаете, что пока тебя делит Бог и Теща, а Бог не может тебя использовать. Вы понимаете, что? Тебе нужно разобраться, отпуститься и потом двигаться. Потому что, я так скажу, свободный тот, который действительно может встать и сделать то, что он хочет. Ну, знаете, и вот почему очень мало таких людей. Потому что, если честно вдуматься, те, кто в реальности принадлежат себе, это очень одинокие люди. Потому что они отрезали от всего себя, что пытались посягать на них и контролировать. Кто-то понимает это же вы? You understand? Let me explain. Знаете, у меня была история из моей жизни. Настоящая история. Много лет до того, как эта церковь родилась. Я служил Богу, любил Бога. И у меня появилась такая идея мою машину пожертвовать в одно служение. И тогда было это служение очень такое яркое. И, вы знаете, и у меня была машина. Хорошая машина. Но она была под выплату банка, знаете, да? То есть, и я ее в реальности не имел. Я за нее выплачивал. И, вы знаете, когда я захотел подарить ему, в реальности я не мог подарить. Потому что у меня не было тайтала, да? У меня не было... Она мне не принадлежала. У меня не было этой бумаги, которая доказывает, что это машина моя. И я пошел в банк. И они говорят, ну, когда заплатишь все, тогда ты можешь эту машину делать с ней, что хочешь. И, вы знаете, тогда еще тогда Бог мне просто проговорил. Он говорит, вот так и с вами. Пока вы не выкуплены, себе не принадлежите. Как ты можешь посвятить Богу то, то, что ты сам не имеешь? Пауза. Вот это глубокая мысль. Мы тут каждый день я твой, я твой, я твой. Почти, Господь, я твой. Не весь. Всю-сють. Потому что там начальник имеет 10%. Теща имеет 25%, 30%. Если вдуматься, то 50%, наверное. Потому что там все управляется, или там свекровь, да? Это шутка, конечно. У меня теща, кстати, класс. Такие пирожки делает. У меня проблем с этим нет. Вы знаете, но я скажу вам о том, что когда я начал двигаться, когда Бог говорит Сын, время, я именно тогда увидел, кто пытается овладевать Мною. Кто пытается иметь на меня тайтл, знаете, вот. Кусочек, знаете, иногда, когда хочешь продать дом, а знаете, как русские покупают дом, Они собирают всю свою семью. И там 15 росписей. И потом, когда хочешь с этим домом что-то сделать, тебе нужно всех 15 собрать. Некоторых с гроба достать, чтобы этот дом продать. Дорогие мои, ну о чем я говорю? Я говорю о том, что он не твой, пока там 15 росписей. Вот такая просто мысля забрасывается тебе. Действительно ли ты посвятил Богу то, что твое? Вы знаете, в то время, когда я посвящал свою жизнь Богу, я точно знаю, что тогда все принадлежало мне. У меня было всего лишь три человека вокруг меня. Но это было все мое. Его не было много, но никто не мог посягать на меня. И вот в этом варианте я себя мог посвятить Иисусу. И только в этом варианте Иисус мог дать мне Его мечту. Поэтому, чтобы получить мечту, первое, ты свой? Тебя делят? Подумай. Мысль. На понедельник. Чей я, Господи? Окей. И если задуматься, то чем в реальности тебя держат? Знаете ли вы, что когда я задумался, чем меня держит и контролирует? Это всего лишь мыслями. Мыслью. Через сознание. Кто-то, знаете, я сижу, и мама надулась. Я тебя больше не приглашу. Ну, например. И у тебя такая мысль заскакивает. Это ж меня больше нигде не пригласят. И все. И мечта от Бога упыла. Теперь ты будешь ходить по свадьбам. Тебя будут все любить. Но ты будешь животное с инстинктами. Потому что единственное, что тебя и меня отличает от животных, это способность мыслить и выбирать. Все остальное и обезьяны делают, как ты. Иногда даже больше и лучше. И чаще. Мы отличаемся с вами вот этим. Итак, все, что мы производим вокруг себя, это мысль. Центр трансформации, это мысль. Завет церквей, который Бог сейчас поднимает, это была мысль. Сейчас мы с вами движемся в новую мечту, в новое видение, видение строителей царства, что школа строителей царства. А это опять, это мысль. Все понимают, да? И мы эту мысль с вами развиваем, мечтаем, сосредотачиваемся. Понимаете? Это всего лишь мысль. Окей? Что в твоей голове? Абсолютно не важно, что кто-то думает плохо насчет тебя. Заметьте, сколько людей контролируется в реальность мнением людей. Мы можем так сидеть и говорить, а меня не волнует мнение людей. А че ж ты так проверяешь быстренько свою стену, кто тебя там поблагодарил? Сколько человек меня поздравил с днем рождения? Нет, ты же не обращаешь внимания на мнение людей. А почему ты не можешь за комментариями охотиться? Почему? Ты же не заботишься о мнении людей. Да все заботятся о мнении людей. Только нужно правильно расставлять в своей жизни. Из людей, которые абсолютно понимают мнение людей, но они не под контролем мнения людей. Ты можешь называть меня как хочешь. Я давно знаю, кто я. Знаете, кто ведом мнением? Те, кто до сих пор не дозрели в свою идентификацию. Пока ты не дозрел в свою идентификацию и не знаешь, кто ты, тебя всегда будут одни ранить, другие будут тебя веселить, потому что это всего лишь картина того, кем ты себя представляешь, но не то, кем ты в реальности являешься. Когда ты укрепляешься в том, кто ты, да смейтесь, плюйте, аплодируйте, пальмовые ветви и ложите, плевать, я знаю, кто я. Если в реальности знали, кто я, вы бы не ложили пальмовые ветви. Ты со мной? Поэтому вся сила в знании себя, в обладании себя, а на это многие в наше время не способны. Поэтому возьми, может, что-то для тебя сейчас вот в этой мысли есть? В этой жизни побеждает не тот, кто имеет толще кошелек, больше друзей, связей, а тот, кто имеет великую мысль от Бога. Потому что именно вокруг мыслящих вращается все. У меня и тебя может быть абсолютно похожая идея. Знаете, что мы можем иметь похожую идею? И у тебя может быть такая же мечта, как и у меня. Коснуться поколения, коснуться тысяч людей, принести исцеление, реформацию, трансформацию. У нас может быть одна и та же мысль. Но все, что отличает, например, тебя от другого человека, позволило ли ты этой мысли захватить тебя? Позволило ли ты этой мысли пойти так глубоко, что уже люди отличить тебя от этой мысли отличить не могут, потому что ты и мысль уже в реальности одно. Одно стало. И забери от меня это. Ты в реальности Андрея Шаповалова не знаешь. Потому что все, что ты обо мне знаешь, это вот это, вот оно, все. И я больше ничего и не хочу. Это единственное все, что я хочу. Я не говорю, что это микрофон, это здание заберут, меня пригласят в другое. Поверьте, когда в тебе мечта, у тебя будет больше, чем достаточно мест, чтобы говорить то, что Бог вложил в тебя. Поверьте, это не потому, что это как раз речивый, талантливый, шутит иногда, с имарком такой. Нет! Это мечта, которая движет. Окей? Поэтому проси у Бога мысль. Одну мысль. Я видел одну женщину. Кстати, реальная история. Я не буду называть ни имен, ничего. Эти люди не из этой церкви. И один муж, я пытался консультировать одну пару, скажем так, в прошлом. И у этой женщины была ситуация. Ее муж постоянно говорил, что это тупое ничтожество. Избивал ее. И ставил ее ни во что. В процессе просто востока возненавидел ее. Он развелся с ней. Бросил ее и женился на другой. И вы знаете, и я с этой семьей расстаюсь много лет назад вот в этой ситуации. Я пытался помочь, но не смог. Вы знаете, эту женщину я видел только в таком состоянии. в депрессии забитая, загнобленная вся, знаете, абсолютно молчить, потому что он просто забил ее. И когда я пытался, знаете, пытался с ней поговорить, всегда, когда она открывала рот, ее глаза всегда поворачивались на него. Для меня, как для того, кто консультирует, это первое правило, что этот человек тебя контролирует, каждую фразу. И я абсолютно, и я не смог вывести ее из-под контроля. Эта женщина полностью была под контролем этого человека. Она так будто как будто под каким-то, я не знаю, как заговор какой-то. Да, какой-то гипноз, какое-то демоническое что-то на ней. Вы знаете, прошло много лет, и потом на одном из, я так скажу, конференций она подходит ко мне и напоминает мне, кто она. Я не могу ее узнать. Я абсолютно не могу ее узнать, кто вы. Да ты помнишь, ты с нами столько времени проводил. Помнишь, мы приезжали, общались. Я говорю, я не помню. И потом она называет, помнишь, ту тупицу, забитую, помнишь, которую ты пытался, чтобы она заимела чувства. Я говорю, все вспомнил, потому что я ее узнать не мог. Женщина расцвела, помолодела, говорить начала. Для меня это шок вообще был, потому что там мумия сидела. Ты знаешь, и потом она подводит своего мужа и знакомит меня с ним, другого мужа. Вы знаете, самое интересное, я увидел, как этот человек попал в руки к другому человеку. Когда ее сознание начала думать то, что теперь этот любящий муж вкладывал. И между ними любовь была абсолютно видна. Ласковые слова, объятия, контакт глаза в глаза. Ты видишь любовь, когда она есть. Ты видишь, ты знаешь, меня аж накрыло, знаешь, меня аж слезы чуть не потекли. И Бог мне там говорит, Реценок, это вот так вот все движется. Вокруг одного, та, которая может быть принцессой, красавицей, становится просто смертью и кошмаром. Только потому, что в ее, она позволила этой мысли войти. Вокруг тупицы все тупеет. Потому, если у тебя тупая жена, я угадаю, кто ты. Если у тебя тупой муж, угадай, кто ты. Потому, что никто в реальности за идиотов замуж не выходит. Понимаешь? Поэтому я так скажу, начни провозглашать. Начни говорить. Начни говорить слова воскрешения. Я абсолютно понимаю, есть случай, как вот этот случай, где люди просто должны разойтись. Я против развода. В жизни всегда воюю против него и ненавижу его. Сделаю все возможное, чтобы люди изменились. Но есть случаи, где жизнь невозможна. И с людьми, которым ты просто должен сказать, пожалуйста, не разводитесь, но разойдитесь на время. Проверьте свои чувства. У вас на любви основано все. или вас свекрови теща поженили. Кто в вашей жизни был? Но это семейная тема. Я туда не хочу идти сейчас. Я говорю о том, что эта женщина, попав в руки другого, восстановилась, помолодела и просто расцвела. и я просто удивился, насколько просто мысль, вошедшая в человека, может полностью трансформировать. Чему ты позволяешь сейчас находиться? Подумай. Окей. Я могу доверить тебе любые ресурсы. Они никогда не пойдут дальше твоего мышления. Вы заметили, люди выигрывают миллионы в алтарею. Знаете, куда спускаются деньги? Туда, где их сознание. В гулянки, наркотики, алкоголь, проституток, просто разгульная жизнь. Другими словами, если бы человек был действительно с головой, он бы взял деньги и вложил, чтобы деньги делали деньги и спокойно жить до конца своей жизни. Дорогие мои, о чем я говорю? Неважно, люди, некоторые сидят и молятся, Бог, доверь мне, доверь мне, доверь мне. А Бог говорит, ты не можешь раздаваться с тем, что я доверил тебе уже. У тебя беспорядок с тем, что ты имеешь сейчас. Как я могу доверить тебе ресурсы неба? Поэтому ресурсы неба доверяются только тем, которые имеют мысль от Бога, мечту от Бога. Поэтому некоторые умирают, пытаются достигнуть ресурсов, а кто-то всего лишь спокойно получил мысль от Бога. И все ресурсы просто стекаются в его жизнь. Только потому, что Бог инвестирует не в тебя, а в свою мысль и мечту в тебе. Окей. Все, я то скажу, вот почему, вот почему в процессе все будет отображать твое мышление. Посмотри вокруг себя. Это материализация твоего мышления. Все вокруг нас. Это всего лишь материализация. Не нравится все, что видишь, меняешь, что не видишь. и потом ты начнешь видеть абсолютно другие вещи. О чем ты мыслишь? Или твоя жизнь скатилась на уровень животных истинктов? Люди в церкви очень наивны. Они ожидают от Бога, что Он все совершит. Вы заметили, насколько церковь наивна? Моя жизнь в твоих руках был. Нет, я это понимаю. А зачем тебе Он жизнь дал? Твоя жизнь могла быть в Его руках и не на земле? Нет, ну ты со мной, да? Нет, зачем Он тебе дал жизнь, землю, руки, язык? Он мог бы просто все забрать, сделать мозг и туловище, которые не разговаривают. И это туловище в мыслях там, где-то там в мыслях говорит, Бог, я твой. Нет, Он доверил тебе все. Это значит, чтобы Он хочет, чтобы ты что-то делал. И на? Господи, а что с этим делать? What do I do with all of this? How do I deal with this? How do I control it? Люди в церкви наивные, оберегайся, People in the church they're naive, they say, God, я твой сосок. I am your vessel. Have you heard that before? Ты мой горшечник. You are the pot maker. Лепи меня. Do whatever you want. Молт maker. Just pour into me. Бог говорит, сынок, иди, пожалуйста. Сон, сделай что-нибудь. Just do something. Вера без дел мертва. Сделай шаг. Ты говори о том, что ты веришь. Сделай шаг. Я сделаю еще один. Окей? Нет, у нас все нет. Господи, я твой. Я сижу. Я духовный девственник. Я еще ничего не делал для тебя. Я весь твой. Когда придешь, возьми меня. Начни что-то делать. Да шагни, ошибись хотя бы. Что-нибудь сделай. Что-нибудь. Чтобы Богу была возможность, хотя бы начать с тобой разговор. Духовные девственники. Неприкосновенные. Я люблю это. А Бог всего лишь желает дать тебе мысль, которая трансформирует всю твою жизнь и всех вокруг тебя. Бог просто желает дать тебе thought that it will transform everything and everyone around you. You definitely can touch this. Так, надо вернуться. Те, кто способен проникнуть тебе в голову и овладеть процессом твоего мышления, победили тебя. Те, кто тебя в реальности победили. Те, кто управляет твоей жизнью. Тот, кто разговаривает в твоем сознании. Ты можешь? Поймите. Сейчас, пожалуйста, сейчас не время спать. Очень важная мысль. Кто говорит в твоем сознании. Начальник? Жена? Теща? Пастор? Бог? Кто говорит в твоем сознании? Представь, когда ты просыпаешься утром, ты сразу можешь определить. Потому что обычно первый голос, который заставляет тебя двигаться, это твой начальник на невидимом уровне. Это тот, кто управляет тобой. Я умоляю, пусть твоя первая мысль, это ничего не включать, сразу идти в присутствие Бога. Потому что Он единственный управляет моей жизнью. И как только я это наладил, теперь вот это, после общения с Богом, может выбирать правильную информацию и отрекаться от неправильной. Потому что, когда ты не настроен, весь день ты будешь травиться и травиться и травиться. В конце дня разочарованный. Злой. Знаете, о чем я говорю? А Бог говорит, сынок, будь со мной. Ты будешь уравновешенный. У тебя будет покой. Проблемы у тебя будут. Они тебя касаться не будут. Вот в чем прикол. Проблемы у всех. Но секрет вот в чем. Проблемы тебя касаются или они в стороне от тебя. Поэтому, когда я вхожу в Его славу, я живу в этом мире. Я переживаю ту же боль. Те же неприятности. Но когда я с Богом, я отсоединен от всего этого. Понимаете, о чем я говорю? Я вроде вижу, но оно не управляет моей жизнью. И поэтому я могу, наконец, при шторме в покое. Потому что шторм не во мне, шторм около меня. Проблема в том, что мы допустили шторм в себя. И вот здесь у нас проблема. Имеешь ли ты сейчас силу думать дальше, чем ты сейчас находишься? Бог сказал Аврааму, посмотри в небо. Вы знаете, надо было иметь даже человеческую наглость, чтобы посмотреть. Авраам, посмотри на небо. Окей, Господи. Звезды видишь? Вижу. Считать можешь? Нет. Вот столько будет детей у тебя. И сюда. Посмотри на песок. Видишь? Вижу. Много? Очень. Посчитать можешь? Ты чего, Бог? Это сколько надо лет считать? А вдруг собьюсь? Представь, представь, Бог умеет тебя заставить что-то посчитать, что ты посчитать не сможешь. Представь. Триллиона, триста тридцать семь миллионов, тысяч один. Ой, сбился. И гору Писказанова пересчитал. Нет, не могу посчитать. Бог говорит, вот столько детей. Тебе нужно было даже иметь немножко внутреннюю такую, знаете, немножко нагловато быть, чтобы с песком как-то, знаете, взаимоотношения иметь, поверить даже Бог. То есть, Бог прообразно сказал Аврааму. То, что ты видишь, это то, кем ты станешь. Хочешь быть во мне безлимитным? Посмотри в безлимитное. Поверь в безлимитное. Возьми безлимитную мысль и пронеси ее так, как я тебе ее скажу пронести. И большинство тех людей получают самые большие мысли от Бога. Это те, которые в этом мире выглядят очень незначительно. Абсолютно простые люди. Но если это действительно огромный человек, вспомните мать Терезу. Ходила бабушка. Ни чудес, ни знамений, ни чудотворений. Любила. Служила. Создавала приюты. Собирала брошенных деток. Кормила. После того, как она ушла, в честь ее открылись сотни приютов. Дорогие мои, газета одна говорила, что ее смерть, буквально год после ее смерти, ее мечта, все, что она делала за всю жизнь, после ее смерти, люди сделали за один год. Столько же результатов. Потому что мечта перешла на других людей. И поэтому, о чем я говорю. Иногда, вот представь, сколько она приютов построила за всю жизнь. Когда она ушла, через год была построена столько же другими людьми, в честь ее. Открыто фондов в честь ее. Накормлена намного больше детей и собрана в честь ее. О чем это говорится? Что у нее была мечта от Иисуса Христа. Потому что мечта от Бога способна жить больше, чем ты. Поэтому, дорогие, вот наша мечта. Вот куда мы с вами идем. Вот о чем мы должны мечтать. Я понял, что мои самые мощные битвы всегда вокруг того, что я не вижу. Самое интересное, что у меня нет битвы насчет того, что сейчас я имею. Но сейчас очень серьезные битвы насчет того, что я начинаю прорисовывать вот здесь от Духа Бога. И вот здесь идет битва, чтобы остановить и тебя, и меня от входа что-то великое. То есть, если кто-то попытается забрать у меня видимое, но мое видимое базируется на невидимой мыслим Бога, то в реальности они ничего не забрали. Потому что невидимая платформа все быстро восстановит мою жизнь. Поэтому в реальности у человека Божьего забрать ничего невозможно. Поэтому даже Павел говорит, что как бы, ну, кораблекрушение, то есть, представь, даже жизнь невозможно забрать, пока Бог не разрешит. Куда бы он ни приезжал, везде слава, чудеса, народы отдавали жизнь Богу. Он ходил в мечте Бога. Он ходил в мечте Бога. Вот почему враг не сосредоточен на видимом. Сатана всегда атакует невидимый источник мыслей, источник идей и ведения. А если он отобрал у тебя это, все видимое очень быстро разрушится, превратится в пыль. И вот почему люди легко сдаются. Потому что человеку легко оставить, потому что человеку легко оставить видимое, извиняюсь, отстаивать. Да, легко отстаивать видимое. А невидимое большинство из нас отдают. Не понимая, что невидимое это и есть твое существование и твоя жизнь. Видимое, это процесс, где мое сознание было. Нигде мое сознание находится. Там, где было. Атакуется то, куда ты идешь, в чем ты находишься. Поэтому невидимый духовный мир первостепенный, из него все произошло. Физический и второстепенный. В наши дни сатане физически не нужно уничтожать церковь. Потому что реальная битва давно прошла в невидимый мир. Ты знаешь, я когда-то задал Богу вопрос. Я сказал, Господь, почему сейчас не преследуется христианство так, как оно преследовалось в прошлые годы? есть места, мы знаем, где преследуются, но, дорогие, во времена апостолов это преследовалось везде. Уничтожали всех. Сжигали всех. То есть, другими словами, здесь ты, здесь просто, чтобы быть христианином, просто выйдь с этой мусульманской страны, и все. И мы, выехал, и все, или сбежал. Там сбежать некуда. Я Богу говорю, почему мы живем сейчас во время, где 80% стран толерантно относятся? Никто не преследует христианин. Вы знаете, Дух Святой мне сказал одну уникальную вещь. А что если преследование и уничтожение церкви продолжается хирургическим путем на невидимом уровне твоего сознания? Ты знаешь, что мне Бог сказал? Рецин, битва из физического мира передвинулась в невидимый. Церкви, дьяволу не важно количество тел, сидящих на стульях. Дьявол боится людей, ходящих в огне Святого Духа. Люди, с которыми опасно находиться. Они заражают всех Богом, который в них. Вот кто опасен. И теперь атака не на поражение, не на расстрел, не бросают львам. Атака идет вот здесь. Дьявол просто тебя, вот здесь была атака. И вот здесь была победа. И дьяволу больше ничего не нужно делать. Церковь спокойно спит. Он атакует то, что горит. тело абсолютно мертвое. Не мертвое прославить Бога. Мертвое к движению, к строению царства Бога на этой земле. Каждый заботится о себе. Но я верю, это время меняется, дорогие. О, я верю, я знаю, мы с вами идем. Почему Бог сейчас такие темы открывает? Потому что Он переводит нас куда-то. Поэтому я умоляю тебя, проси у Бога одну мысль, которая проведет всю твою жизнь, которая сделает тебя тобой. Мысль, которая тебя трансформирует под себя. и ты будешь экспертом в этой сфере. Окей? Это оно. Сейчас, сегодня мы не нужно останавливать церковь физически. На невидимом уровне она остановлена. По статистике в наши дни самая сильная вещь, которая преследует людей депрессия, неудовлетворенность и разочарование в себе. Вы знаете, что самое интересное? Когда номер один продаваемый медикамент не только в Америке, по всему миру антидепрессанты. Знаете, что это говорит? Это говорит о том, что я недоволен тем, чем я являюсь. Можете себе представить? Это значит, целое поколение на уровне сознания не вошло в то, кем они должны являться. И поэтому мы мучаемся, глотаем таблетки антидепрессантов, чтобы только чуть-чуть радость жизни почувствовать. А радость должна приходить от того, кем ты являешься в глазах Бога, от мысли, которая активирует твое движение на этой земле. Вот почему у меня нет никогда депрессии. Окей? Есть неудовлетворение некоторыми вещами вокруг, но я никогда не сижу не сижу не сижу кто я? Я знаю, кто я. Я себе сам напомню, кто я, если я задам такой вопрос. Сам себе отвечу. Точно знаю, кто я. То есть, как бы, смотри, то есть, если, согласившись со своими мыслями насчет себя, ты согласился с этим вариантом себя. Сейчас я скажу радикальную мысль, в которой я живу сейчас, в которую я перешел. Знаешь ли ты, что через процесс мышления ты можешь полностью пересоздать себя. Пересоздать. От силы в силу, от славы в славу. Я превращаюсь, греческий перевод говорит, или трансформируюсь в его образ. Представь, я превращаюсь в то, что входит и контролирует моим сознанием. Смотри, другими словами, некоторые люди говорят, я виню мое общество, где я вырос. Я виню моего папу-алкоголика, мою маму, которой не было дома. Я виню моих братьев и сестер, которые плевали и избивали ни во что ставить. Я виню, я виню, я виню, я виню. Пересоздай себя. Потому что ты это твои мысли. Меняешь мысли, меняешь себя. Это Библия. Окей? Чуть позже мы прочитаем это. Знаешь ли ты, что ты можешь абсолютно не согласиться с этим вариантом себя? Ты просто сядешь, в один момент я сел и сказал, а чего я должен быть жертвой? Выращенный одной мамой, на улице все там в дыню давали, пока сам не научился всем в дыню давать. старший, некому защищать было, все вместо папы девов, детства толком не было, потому что за младшими ухаживал, выращивал. Здесь, 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 жертва, 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 жертва. Потом я говорю, стоп, стоп, стоп. Мне это дано как опыт, чтобы вырасти быстрее, чтобы получить мудрость быстрее. и потом я говорю, а, вот почему у меня не было детства. Потому что мне нужно было войти в свою судьбу очень рано. Уже нужно было иметь сознание взрослого, в то время, когда все еще в футбол играли. Дорогие, потом я понял, что все эти вещи это компоненты, чтобы привести меня в токе, и я начал из этих бедненьких, вот этих страшных моментов, я их начал видеть, как самые мощные кирпичи того, кем Бог меня создал. Я начал видеть, что это мой фундамент того, кем Бог меня видит. И я начал себя пересоздавать. Я говорю, скажи мне, кому ты, кем ты меня видишь? А поверь мне, когда ты увидишь, кем Бог тебя видит, из тебя за одну минуту депрессия выйдет. Ты даже будешь светить и говорить, ой, господи, это, наверное, гордость. Потому что то, что Бог насчет тебя думает, это величие. Бог говорит, мои мысли насчет вас хорошие. Мои мысли это не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Поэтому то, что вы делаете, не думайте, что это делаю я. Я хочу вести вас куда-то, намного дальше. Доверяй свое сознание Богу. И ты будешь шокирован, как далеко Бог поведет тебя. Не обращай внимания, кто тебя любит, не любит. Это слишком низко. Это по-земельному. Ты предназначен летать в воздухе, парить. Там немного людей. Там орлов немного. Поверьте, статистика такая штука. Орлы стаями не летают. Знаете, кто летает стаями? Те, у кого? Те, у кого? Тем, кому нужен, кто, кто управляет. Поэтому думай насчет, думай за себя. И будешь летать за себя. То есть, где ты рос? Кто тебя вырастил? И у людей есть, знаете, я слышал такие самые прискорбные истории. У меня не было никого. я сирота. И я сижу и начинаю объяснять ему, да, это сила. Ты вырос. Ты понял жизнь раньше. Тебе дана возможность видеть то, что не видят другие. Тебе дана возможность теперь дать любовь, которую ты не имел. Может быть, никогда ее не дал бы на таком уровне, если бы не был сиротой. Вы знаете, что я заметил? У меня, кстати, друзья были. Те, которые по-настоящему могут дать настоящую любовь, это те, которые были сиротами, исцелились и пошли дальше. Они знают, что я никогда не брошу мою жену, я никогда не оставлю мою семью, потому что я никому не позволю пойти через то, что я прошел. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не позволю моим детям переживать то, что я пережил. Нет! До смерти, до конца мы будем вместе. Почему? Потому что сирота знает, чего стоит семья и что такое быть одними. Иметь никого, кто тебя просто мог бы обнять хотя бы раз в год. поэтому я знаю, то, что ты считаешь своим бедной судьбой, Бог считает одним из самых мощных камней в твоем фундаменте. И если ты это правильно развернешь, ты будешь иметь оружие, которое большинство людей на этой земле не имеют, и доступа до этого оружия никогда у них не будет, но у тебя есть. Поэтому вытри сопли, вытри слезы, и двигайся вперед, потому что это является твоей силой. Перестань петь свою бедную песенку. И, честно сказать, не встречал людей, у которых все идеально. Наоборот, выйдите сюда, у которых родители идеальны, всегда были финансы, никогда не болел, никогда не вот идеал. Нету их. У всех есть какая-то песня спеть, окей? Поэтому все нормально. Нам дана эта жизнь. Наслаждайся ее. приеми ее. Влюбись в свою жизнь. Извлеки из нее драгоценность. У людей даже не было доступа до того, до чего у тебя был доступ. Да, это была боль, но она выработала в тебе характер. Она сделала тебя сильным. И это тебе нужно для твоего призвания. Я это заметил по себе. Это нужно. Даже если ты твердый, очень скоро ты увидишь, что тебе эта твердость очень нужна. Или наоборот, ты сам по себе очень мягкий, добрый человек. Тебе очень нужна будет вот эта нежность и мягкость туда, куда Бог ведет тебя. Самое главное, дай ему возможность сказать тебе, кто ты. Знаете, в один прекрасный момент я не согласился с вариантом себя, который я видел. и я позволил Богу сказать последнее слово насчет меня и кем он меня видит. И когда я начал разговаривать, вы знаете, я совсем немногим людям говорил, кто я в реальности. И когда я встретился с моей женой, она еще была тогда девушкой, и когда я сидел и говорил ей, еще будучи вообще не там, то, в чем мы сейчас находимся, абсолютно еще не имея ничего, зеленый и незрелый мальчик, но у него была мысль, которую Бог вложил со знаниями. И вы знаете, она была не первая, с которой я встретился и имел ужин, но она была первая, у которой загорелись глаза, когда я сказал о том, кто я. Не видя того, кто я. Все остальные великие ты человек. Я такой, знаете, и я наполовину мяса уже понял, все. Наше свидание окончено. Потому что если сейчас это начинается, я прикидываю, что будет через два года после свадьбы. Но когда мы сели, мы не могли есть, мы высказывали друг другу наши мечты. Я рассказывал ей тем, как я вижу себя, а она рассказывала мне там же, кем Бог видит ее, и наш дух сошелся. Мы живем уже более двадцати лет, и чем дальше, тем лучше. Чем гуще лес, тем толще партизаны, да, говорю? Это не переводится, сори. Это чисто русский прикол. Дорогие мои, чем дальше, тем это лучше. тем больше соединений, тем больше пониманий, тем судьба имеет значение, потому что Бог соединяет правильных людей вместе, и Он дает им одну мысль. Вот почему мы вдвоем одно целое, сотворенное Богом, совершить одну мечту. И когда я нашел человека, у которого такая же мысль, и она могла открыть мне, и я не закатил там глаза, и я сказала, ой, вот тебе тут лидер великого прославления. Кстати, она мне говорила именно то, в чем она сейчас и находится. Писать песни, двигаться, славить Бога. То есть, как бы, мы друг другу уже рассказали более 20 лет назад то, в чем мы сейчас находимся. Дорогие мои, найди того молодым, кто не покрутит пальцем у виска. когда ты расскажешь ему самую глубокую мечту своего сердца. Если кто-то закатит глаза, беги оттуда, это не твой человек. Потому что твое, вы знаете, оно точно так будет, еще расскажи, одинаковое все. Мы соединили, это будет, знаете, как называется клык? Это все сойдется вместе. И я там и тогда, в ту же секунду знал, что это кость от кости моей и плоть от плоти моей и будет называться моей женой. Аминь! 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 Я скажу, это огромное счастье найти того, кто должен быть рядом с тобой до конца твоей жизни. Не портить тебе настроение, а благословлять тебя. Вы знаете, который умеет вовремя отойти. Знаете, что нам нужны иногда люди, которые в определенное время не будут около тебя. Они дадут, они позволят тебе иметь твое одиночество. Они не будут открывать двери и говорить, как дела? Ну ладно, я не знаю, наверное, тему о семье когда-нибудь скажу. В каждой теме это пролазит где-то. Мы тебе что-то принесли. Нет, унеси одно в себя. Поэтому иногда мудрость это иногда не доставать. Поэтому мудрая жена знает, где ей быть и где ей не быть. и где она не должна быть. Поэтому мудрая. Назад в мысль. Back into the thought. Ты что-то для себя берешь вообще? Это просто разговор такой, да? Просто разговор. Я буду заканчивать. Скоро. Скоро, да? Соломон пишет. Какие мысли в душе его, такой и он. Все за мной? Он говорит, мысли, которые в нем, это он. То есть, формула такая. Кто способен полностью изменить свои мысли, тот полностью способен пересоздать себя. Ты сама? Это Библия. Каковы мысли в душе? Таков и он. Если ты когда-то хотел пересоздать себя, или тебе не нравится та часть твоей жизни, которая мешает тебе, иногда не все не нравится, часть. Начни пересоздавать эту часть. Начни думать наоборот. Начни каждое утро возлагать руки на свою голову. И уничтожать все мысли от дьявола. Все, что пытается запитать тебя и управлять тобой. Я прямо сейчас разрываю эти связи. Мои мозги мои. Ими управляю я. Дьявол не коснется моей жизни. Он не коснется моей души. Он не будет управлять моей судьбой. Я принадлежу Богу. Ты увидишь, дай себе 15-20 минут утром, и ты увидишь, каким ты будешь выезжать на работу. Весь твой день будет абсолютно по-другому проходить. Потому что твое сознание сейчас настроено на Бога. И ты будешь питать то, что от Него. Нет ничего сильнее мыслей и мечты от Бога. Именно поэтому я непобедим. Пока его мечта во мне, ко мне никто не может прикоснуться. Бог охраняет мою мечту. Он охраняет того, кто ее вынашивает. Он охраняет свою мечту. Ты хочешь быть под тотальной охраной Бога? Заимей Его мечту. Поэтому Он не только охраняет мечту, Он охраняет вынашивающего ее. Поэтому пока мечта его во мне, дьявол никогда не коснется меня. Он может говорить обо мне, что хочет. Он может атаковать меня, как хочет. Здесь у меня полный штиль. Полный порядок. Меня больше ничего не интересует. Я знаю, что каждая атака дьявола на тебя и на меня изощреннее и изощреннее. И он хочет выцепить тебя на битву. Ты просто обрежешь, скажи, я в этом не участвую. Вот так и закончишь. Я не собираюсь прыгать в эту битву и махать руками по поводу того, чем я не являюсь. Я ничего никому не доказываю. Окей? Я просто делаю то, что Бог меня призвал. Аминь? Смотри. Пока я и ты не закончим, никто и ничто не будет способен забрать нас с этой планеты. Представьте, Петр пошел по воде из-за одной мысли. Одна мысль. Если это ты, скажи мне идти по воде. Представь, насколько нужно быть ненормальным, чтобы поверить какому-то призраку, который скажет, что идти по воде. И вы мне говорите, что люди, Бога, это люди, которые не берут риск. Самые мощные люди это те, которые рискуют. Самые мощные. Все издали, и там за бортик сквозили и сказали, все идиоты. Это не духи ты, который тебе сказал. А Петр мне нравится. Он говорит, а я проверю. Вот кем Бог наслаждается. Пришла мысль. Не знаю. Но я думаю, что это Бог. Но я выйду из злотки. Я сделаю шаг. Да начну тонуть назад, залезу и скажу, уйди дух. А у него был фокус. Раз, и пошел. Представь, одна мысль. Ну и так же, ситуация эта заканчивается прискорбно. Я хотел бы здесь остановить. Хотел бы здесь остановить. Ууу. Но, дорогие мои, но когда попала мысль 2, там начался буль-буль. Дорогие, вы знаете, что одна мысль тебя держит на воде? Другая мысль топит тебя. Можешь себе представить? Мысль от Иисуса держит меня даже над физическими законами. Тебе подчинятся физические законы. Люди не будут понимать, как ты делаешь то, что ты делаешь и до сих пор живой. Я хожу по моей воде. Другие уже давным-давно сдались. Люди рядом со мной сказали, «Ты со мной?» А мы идем по воде. Ууу, мы скоро бегать по воде будем. Поэтому я прошу тебя, один и тот же Петр, один и тот же Иисус, одна и та же вода, одни и те же ученики, две разные мысли и абсолютно два разных действия. Другие, я умоляю тебя. Одна мысль. Всю жизнь будешь ходить по воде. Всю свою жизнь. Люди будут кусать ногти и говорить, «Как?» «Как?» «Он что, какой-то особый?» «Да!» «Мы все особые!» «Те, кто получили мысль от Бога и согласились с нею. Ты хочешь быть особым?» «Приими мысль Бога!» «Все имеют право прямо сейчас быть особыми!» «Или просто прожить, жить как животное!» «Я понимаю, что не все мы будем делать похожие вещи!» «Но поверь, когда ты будешь делать твое, да ты будешь голодных кормить, и тебе больше ничего не нужно будет, потому что ты рожден кормить голодных!» «Ты будешь черпать оттуда силы, наслаждение!» «Ты будешь засыпать, зная, что ты исполнил то, для чего ты рожден!» «Не все рождены проповедовать!» «Ездить, воскрешать мертвых!» «Я скажу, вообще считанные люди на этой земле призваны это делать!» «Но все мы можем делать что-то, когда получим его мысль в себя!» «Представляете, и еще одна маленькая история!» «Мы же никуда не спешим!» «Мне, кстати, нравится сегодняшняя мысль!» «Нравится, нравится, поэтому потерпите меня!» «Илия!» «Четыреста пятьдесят пророков!» «Он был как зверь!» «И он там над ними смеялся!» «Хо-хо-хо!» «Режьте себя!» «Режьте, идиоты!» «И они, давай, кричите!» «Ваш Бог заснул!» «Представляйте, один!» «Одни враги!» «Сплошные поклонения демонам!» «Илия посреди всего этого сидит и смеется!» «Потом что?» «Сделал то, что он должен был сделать!» «Сошел огонь с неба!» «Он поразил всех пророков, сказал так, чтобы никто не убежал!» «Другими словами, поразил все от дьявола!» «Люди там, на той горе, посвятились Богу!» «Он им сказал, выбирайте, кого будете служить!» «Прикиньте, какая сила!» «Здесь!» «После самой великой победы!» «К нему приходит письмо!» «Письмо!» «Письмо!» «От Иезавели!» «От женщины!» «Тут только что были мужики, связанные с демонами!» «Которые готовы были делать, что хочешь!» «Ты их с улыбкой всех убил!» «Найте, знаете, сила Иезавели!» «Способность вложить мысль в голову!» «Некоторые из вас думают, что дух Иезавели — это контроль, это последствия контроля!» «Контроль может осуществиться только на тех, которые здесь поддались контролю!» «Ты со мной?» «Поэтому, если ты хочешь различить действия духа Иезавели, это первое — вложить в сознание мысль!» «Эта мысль сделала из мощного мужа Божьего Ильи, прячущего бедного сынка, готового умереть!» «Который был я один отдал, и моей души ищу!» «Ты только что сотни людей предал мечу!» «Ты боишься не Иезавели!» «Письма!» «Мысли!» «А ты даже с ним не разговаривал!» «Она просто ему сказала, пусть сделают со мной боги то-то и то-то!» «Завтра к этому дню с тобой будет то, что было с этими пророками!» «И все!» «Представь!» «Он эту мысль съел!» «Можешь себе представить, как легко ты можешь превратиться из самого мощного человека из-за одной мысли в прячущего бедного мальчика, который не просто прячется, ищет смерти! «Убей меня! Не хочу жить больше! Никого больше не оставлю! Пусть эта земля идет лесом!» Бог ему «У меня еще семь тысяч таких, как ты!» «Все нормально, у тебя большая семья!» «Успокойся!» «Все со мной!» «Мысль! Представь, что можешь делать мысль!» «Я раньше думал, почему дьявол выбрал такое незначительное оружие?» «Серьезно!» «Пару последних минут мы сейчас закончим!» «Почему дьявол избрал такое незначительное оружие?» «Бросающие идеи?» «Или вкладывающие мысли?» «Функция одна и та же!» «До тех пор, пока я не созрел и понял, что это одно из самых мощных оружий на этой планете!» «Сатана не выбрал самое простое!» «Он выбрал самое мощное!» «Нет ничего мощнее, чем контроль над сознаниями людей!» «Потому что, как только ты это взял!» «Ты захватил всю землю!» «Все!» «Теперь эти руки будут делать то, что хочет дьявол!» «Эти руки будут строить то, что хочет дьявол!» «Потому, дорогие мои, не думайте, что когда на тебя идет атака мыслью…» «Это мелочи!» «Ты должен сразу сгруппироваться, ждать что?» «Где?» «Потому что сейчас идет самая мощная атака!» «Знаете, что церковь всего больше игнорирует?» «Ей кажется, что вот эти мысли, что это все мелочи!» «А эти мысли как раз и трансформируют тебя в того, кем ты являешься!» «Поэтому, дорогой мой, не какие-то атаки физические или душевные, атаки на твое сознание самые мощные атаки!» «Как вы думаете, когда Сатана встретился с Иисусом Христом в пустыне, он не мог употребить какое-то оружие посерьезнее?» «Он употребил самое мощное оружие!» «Он зашел в его сознание, увидел, для чего Сын Бога пришел на землю, и он начал вкладывать ему то, что Иисус хотел!» «Во-первых, он хотел кушать, аминь!» «Во-вторых, все должно было принадлежать ему, и он должен был стать царем царей, и он не преклонился перед ним!» «Когда ты посмотришь все эти три вещи, это всего лишь были три мысли, основанные на том, что думал Иисус, для чего Он был рожден и для чего предназначен!» «Поэтому, дорогие, самые мощные твои битвы будут вот здесь, и именно насчет того, что ты должен сделать на этой земле!» «Поэтому я умоляю церковь мою, распознайте атаки на ваше сознание!» «Это и есть самая мощная битва твоей жизни!» «Ты и я — это машина творения!» «Позволь Богу творить Его царство на этой земле через себя!» «Хорошо, сейчас я хочу молиться! Давайте мы встанем!» «Я скажу, о чем я хочу молиться сейчас, дорогие!» «Вперед не обязательно выходить!» «Самое главное — я хочу обозначить это, и чтобы, если у кого-то это есть...» «Я прямо сейчас хочу это адресовать и связать, окей?» «Итак, я хочу молиться за тех, кто боятся мыслить по-большому!» «Кстати, это эпидемия!» «Если ты боишься думать по-большому, боишься видеть себя в величии, ты в реальности уже побежден!» «Потому что ты даже не даешь Богу возможности вести тебя туда, кем Он видит тебя!» «Потому прямо сейчас я связываю атаку дьявола на величие сознания детей Бога!» «Мы все рождены быть великими!» «Мы рождены достичь что-то великое!» «Во имя Иисуса!» «Также я молюсь сейчас за тех, кто должны постоянно с кем-то советоваться, чтобы начать двигаться!» «Я обрываю все нити контроля над твоим сознанием!» «Я провозглашаю свободу для тебя во имя Иисуса Христа!» «Я также молюсь за тех, кто не способен контролировать свой процесс мышления!» «Твои мысли размыты!» «И ты не способен сосредоточиться!» «Я молюсь сейчас, чтобы твои мысли начали быть глубокими!» «Я прошу Бога, пусть поверхностная жизнь окончится!» «Я прямо сейчас молюсь за тело Иисуса Христа, чтобы пришло полное исцеление в самый главный орган человека!» «Это в его мозг и сознание!» «Все размытые мысли!» «Ты будешь сфокусирован!» «Дьявол не сможет размывать твои мысли!» «Во имя Иисуса Христа!» «Я провозглашаю исцеление и восстановление в процесс твоего мышления, который является процессом твоего творения!» «Во имя Иисуса Христа!» «Во имя Иисуса Христа!» «И все сказали!» «И все сказали!» «Запомните семья!» «С Богом ты можешь все!» «Ва здаром и славу!» «С Богом ты можешь все!» Продолжение следует...